которые срывают и затягивают сроки важных объектов атомной отрасли. Во-первых, должна быть оценка дана деятельности данных НКО. Оценку деятельности НКО на федеральном уровне должны дать правоохранительные органы и Минюст, которые регистрировали данные НКО. На уровне области за деятельностью НКО у нас смотрит комитет по печати и связи с общественностью, потому что они, в том числе через этот комитет НКО, получают гранты. Я знаю, что есть несколько НКО, в том числе НКО, которые зарегистрированы в Сосновом Бару, они даже были у меня выписаны, сейчас их организовать не буду, надо я материалы оставлю своим коллегам, которые, по нашим данным, 100% финансируются из-за рубежа. При этом понятно, что НКО, кто платит, тот и музыку заказывает. Но приведу другой пример. Есть такое общество Шойкула, которое возглавляет, как он называет себя, Коренной Ижур, по фамилии Зайцев, который является сотрудником комитета по транспорту города Санкт-Петербурга. Это общество Шойкула выступило категорическим противником строительства Услужского порта, причем выступило именно в прошлом году, когда пошел второй этап развития порта этой промышленной зоны, и категорическим противником строительства кармамидного завода в районе услуги. Я, естественно, этим обществом заинтересовался. Через определенную структуру я поднял все поднагодное общество. Это общество активно последние три года получает финансирование за счет эстонской и финской стороны. Причем основное финансирование идет за счет эстонской стороны. Более того, под видом художника, который рисует пейзажи, в Вистинное приезжал сотрудник одной из служб Эстонии, который общался с руководителем этого общества на предмет координации действий. После как раз его отъезда начались подогревания протестов в Ижур по поводу строительства и развития Услужского порта. Еще раз повторю, стопроцентное финансирование из-за рубежа. Одновременно эстонцы обратились к группе компаний господина Несисова, что они готовы предоставить альтернативный земельный участок в районе Силамио для строительства кармамидного завода. Дальше, я думаю, ничего не надо рассказывать. Когда используют людей в темные, причем справедливо используют, мы действительно обидели Вистину. Мы Вистину не построили за все это время нормальные поликлиники, дома культуры, спортивного комплекса. Услуги это есть, а Вистину этого нет. Хотя основные портовые комплексы расположены на территории Вистины. Но вместо того, чтобы построить конструктивный диалог с властью, диалог начинается с ультиматума. Вот это мы не приемлем, и такой диалог мы поддерживать не будем. Мы с такими НКО, конечно же, будем разговаривать не вот так, как мы разговариваем с вами и с другими общественными организациями, с политическими партиями, то есть в рамках диалога. Мы там будем все-таки с ними разговаривать немного по-другому.